МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Светлана Баширова отреагировала на новость, что совсем скоро могут отключить лайки в Инстаграм. На днях в Америке и некоторых странах их уже вырубили. Не в лайках счастье, а в их количестве, считает девушка. Теперь накручивай, не накручивай, все равно не видно. Тогда гонка за показанными лайками закончится. Инстаграм умный, все его правила работают. Помните, если не лайкаешь и не проявляешь активность, он тебя отпишет сам, как неактивного, занимающего чье-то место. И не увидимся мы тут тогда с вами. Так что, если зашел в эту дверь в социальной сети, живи и двигайся. Впрочем, как и в жизни. Далось стеснительность. Бизнес-тренер Ольга Андрюшина призналась, что прямо в аэропорту провела первую медитацию курса. Нашла укромное место, настроилась и включилась в процесс. Понравилось слушать звуки вокруг, которые совсем не мешали, а потом я их уже и не слышала. Состояние в результате сеанса поменялось. Почувствовала полный контакт с собой. Внутреннее и внешнее стало как одно целое. Света Щепеткова, на испеченной пресс-этоше Федерации футбола Сызрани, решила расставить все точки над «и». Решение покинуть Ульяновск было принято мной уже давно. Мне предложили возглавить новый проект по поддержке и развитию спорта в Сызрани. Этот город всегда оставался моей семьей и моим вторым домом. Поэтому я очень ценю и для меня очень дорого предложения вернуться. Самарский видеоблогер Равиль Исхаков выложил собственное фото с нанесенным маникюром. Подобным образом автор решил пропиарить свою маму мастера по ногтям. Решил сам на себе протестировать качество ее работы, чтобы с чистой совестью порекомендовать. «Удивлен процессом работы, я думал, накрасит за минут пять, сфоткаюсь и выложу пост». «Ага, конечно, милые девушки, теперь буду обращать внимание на ваш маникюр и хвалить его, потому что знаю, сколько времени на это уходит», – отмечает блогер. Сегодня на нашем перенасыщенном рынке услуг повсеместно сталкиваешься с некомпетентностью людей, утверждает Юлия Романовская. Часто бывает такое, что в работе с клиентами, неважно в каком бизнесе, существует некая градация людей на дураков и умных, на полезных и не очень. На самом деле мы несем большую ответственность за отношение к людям, с которыми работаем. Ни большой, ни малый бизнесмен не имеет права палатно относиться к чувствам своих клиентов или партнеров. Не стоит разделять людей с позиции выгоды. Жека Савин, комментатор, шоумен и экс-футболист Самарский Крыльев, побывал на базе футбольного клуба «Краснодар». База Краснодара, уровень Сукерберга, иронизирует Жека, огонь, шик, самая современная медицинская техника для восстановления после травм, тренажеры, криокамеры и много чего другого. Мой последний выпуск вам может и не зайти, но условия для пацанчиков из Краснодара не могут не впечатлить. Как вам видос? Если тухнете на работе, жмите по ссылке в профиле. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, как он после работы доехал вместе с главой Самары Еленой Лапушкиной до вертолетной площадки. Ранее поручил разработать концепцию развития этого знакового для жителей города места, пишет глава региона. Елена Владимировна рассказала о предложенной архитекторами идеях. Это и прогулочные маршруты, и смотровые площадки, а также выставочные павильоны. В первую очередь приведем в порядок подъездные пути и благоустроим верхнюю площадку. Отремонтируем покрытие, обновим освещение. За долгие годы это место полюбилось жителям области и туристам. Здесь празднуют свадьбы и дни рождения, приезжают гулять семьями. Сюда везут гостей города, если хотят показать красоту Волги и Жигулевских гор. Важно, чтобы проект обновления площадки сохранил ее уникальность, был безопасным и отражал ваши пожелания, пожелания людей, для которых все это делается. А Сергей Романов улетел в Бразилию на саммит БРИКС. Сотрудничество бизнеса стран БРИКС дарит поистине фантастические возможности для роста, пишет Сергей. Эксперты утверждают, что экономический потенциал Бразилии, России, Индии и Китая таков, что они могут стать четырьмя доминирующими экономическими системами к 2050 году. Кстати, одно из фото я с представителями крупной индийской IT-компании, очень позитивные люди, любят фильм «Люди в черном» и «Россия». Светлана Чернодубцева делится наблюдениями над людьми. Девушка сравнивает их с водоемами. Привет! Знаешь, бывают люди интересные, глубокие, бесконечные, как море. Бывают люди быстрые, сильные, смелые, как горная река. Еще есть люди, как озеро спокойное, стоячие и скучное. А еще есть люди, как болото вонючие, и которые затягивают в свою пучину без вкусности, безнадеги и неинтересности. Ты можешь выбирать, какой тебе стать. И кроме тебя этот выбор никто не сделает. С любовью к вам, офигела королева с Майоркистера. Аня Соколова шлет луки из Мальти. Окей, Гугл, что мы знали о Мальте? Именно ее Италия пнула в сторону Африки, поэтому там теплее, чем в Европе. И очень красиво, как в Европе. Туда можно взять много купальников, а в Европу нет. А ценник ниже. Но оказалось, что на высокий сезон мы опоздали, и купальники отдохнули не на мне, а в чемодане. На этом разочарования закончились. Со всем остальным угадай. На этом все. Репосты, лайки и ваше внимание нам приятно. Так же, как и героям этого выпуска. Подписывайтесь на корпоративные сети ТР и следите за новостями в новом выпуске ТР-Грамма. С вами была я, Таня Бехметова. Увидимся. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова. Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова